Библейский портал экзегет.ру представляет священную историю. Разные народы, разные люди, семьи и так далее. Ну, не буквально, конечно, хотя в древности были такие обычаи в средние века, что в Библии на этих чистых страницах люди записывали рождение своих детей, свадьбы, похороны. Ну, самые значимые события, тем самым их история продолжала священную историю. Но мы так, конечно, сегодня делать не будем. А 22 глава завершает книгу Откровения и говорит о каких-то очень важных, но странных вещах. 21-й у нас спускается с небес Новый Иерусалим, некий небесный город, в котором нет храма, потому что люди встречаются там с Богом в повседневной своей жизни. Там везде храм. Там наивысшая степень святости в любом помещении. Любой человек, священник самого высокого уровня. Вот что такое христианство. То есть не то, что отменяется ветхозаветный закон, а как бы он дополняется всем остальным, все остальное становится настолько же священным. И что-то еще будет с этим городом связано странное такое. Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую как кристалл. И текущую от трона Бога ягненка посредине центральной улицы города. То есть все могут из этого пить, в том числе она куда-то течет, далекие, может быть, тоже люди. По обе стороны реки растет дерево жизни. Как это по обе стороны? Представьте себе, может быть, мы не знаем по какую сторону? Нет, сказано по обе. Это что, оно прямо вот у него два разных основания, две корневых системы, а крона общая. Таких деревьев не бывает. Или оно и там, и там. А вот смотрите, в книге Откровения Иоанна Богослова все время одновременно какие-то странные непонятные вещи. Или они последовательны, или даже в один и тот же момент времени. То борьба, то победа, потом опять борьба, потом опять победа. То те, кто записаны в книгу жизни, то те, которые по делам своим достойны благой участи. Вот противоположное. А вот так и устроено, что дерево жизни растет по обе стороны. Вот как говорят сегодня физики, а не физик, извините, это может быть очень наивная фраза, что мы не можем сказать, где находится элементарная частица. Электрон, например, он одновременно как бы везде вот на своей орбите, да? И дерево жизни, оно одновременно везде по обе стороны реки. Оно там есть, это вот точно. Электрон есть в атоме, да? Но нельзя ткнуть пальцем и сказать, а вот сейчас электрон здесь. Нельзя сказать, по какую сторону реки древо жизни. Но можно сказать, что оно дает. Оно приносит 12 раз в год, давая каждый месяц свой плод, а листья дерева предназначены для исцеления народов. То есть при этом оно очень плодотворно, 12 урожая в круглогодичный. И там уже не будет больше ничего проклятого. В городе будет находиться трон бога Ягненка. Ягненок — это образ Христа, и Ягненок как бы заклан, и он же одновременно лев. И его рабы будут служить ему. Они будут видеть его лицо, и на лбу у них будет написано его имя, так же, как имя и число зверя было написано у его рабов. Что это значит? Ну вот Эфиопа, например, крестик у себя на лбу татуирует, как знак своего христианского состояния. Мы, конечно, так обычно не делаем, но не обязательно физически. Может быть, речь идет про то, что по человеку действительно верующему это видно сразу. У него на лбу написано, что он христианин. Ночи больше не будет. Им уже не нужен будет свет лампы или свет солнца, потому что Господь Бог будет светить над ними. Опять-таки, как-то ночи не будет. Но это же новое небо, новая земля. Это какая-то другая реальность. И ночь, наверное, в переносном, скорее, смысле понимается как время мрака, когда какие-то силы хаоса выходят на охоту, когда ничего не видно, ничего непонятно, опасно. Вот не будет этого всего. И Господь вместо солнца, вместо лампочек, всех обогревательных приборов, всего остального. Но о чем идет речь? Когда человек с Богом, ему больше ничего не нужно. Все остальное как бы приложение. Ангел сказал мне это верно и истинные слова. Господь Бог, вдогновляющий дух пророков, послал своего ангела, чтобы показать своим рабам то, что должно произойти в будущем. Это будет, но когда неизвестно. Поскорей бы, думает Иоанн Богослов. Вот в наши времена слово апокалипсис, а в переводе с греческого это откровение, это означает, ну, такой рагнарек, вот когда все рушится, валится, настаёт конец миру. И я прекрасно помню, как советская пропаганда в коммунистические времена говорила о необходимости предотвратить ядерный апокалипсис. Имелось в виду ядерная война, после которой жизнь будет уничтожена. Но слово апокалипсис означает откровение. И, наверное, какие-то бедствия будут. Вот в этой книге мы их читали в большом количестве. Но есть ли желание приблизить тот момент, когда ты встретишься с Богом? Итак, вот я скоро приду, благословен тот, кто соблюдает слова пророчества, записанные в этом свитке. Это слова Христа. Он говорит, а как ободрение? Я скоро приду. Скоро конец света. Ура! Мы так, наверное, не скажем. Более того, прошло две тысячи лет без небольшого с того времени, а это скоро так и не случилось. Может быть, скоро не в смысле. Ну, что мы говорим, когда мы скажем, я скоро приду? Ну, через полчаса, да? Там звоню жене, говорю, скоро буду дома. Поужинаем. А здесь два тысячелетия. Ну, так масштабы другие. А может быть, двести тысячелетий, да? Два миллиона лет. Я, Иоанн, все это слышал и видел. И услышав и увидев все это, я пал, чтобы поклониться у ног ангела, который мне все это показывает. Уже было только что в предыдущей главе. Но ангел говорит мне, не делай этого. Я такой же раб, как и ты, как твои братья-пророки, и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Богу. То есть, смотрите, никто не особенный. Перед Богом все простые, да? Хоть ты ангел, хоть ты пророк, хоть ты просто человек. Другое дело, ты слушаешь и соблюдаешь? Или ты против? Вот если первое, то все равны. Поклонись Богу. Потом он говорит мне, не запечатывай слов пророчества, записанных в этом свитке, потому что время уже близко. То есть, не скрывай его от людей. Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведет скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живет праведной жизнью, будет продолжать жить праведно, и тот, кто свят, будет продолжать жить свято. Казалось бы, ну, простая такая вещь. Но тот, кто пьет, будет пить. Тот, кто занимается благотворительностью, будет заниматься благотворительностью. Ну, логично, у людей же есть причина так жить, да? А вот это, мне кажется, ответ на другой вопрос Он здесь не высказан, но подразумевается Когда, 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 давай поскорее Ответ такой Ну люди же живут так, как они живут Пусть они обретают этот опыт Пусть это продолжается В этом есть своя ценность Но, вот я скоро приду Я несу воздаяние каждому И каждый получит по своим делам Я, Альфа и Омега, первый и последний Начало и конец Блаженны те, кто омывает свои одежды Чтобы им иметь право питаться от древа жизни И войти в город через ворота Ну, это такие ритуальные омовения Мусульмане до сих пор, кстати, это делают перед молитвой Но речь идет, конечно, про то, что Вот это омывание одежды Это не стирка, да Это скорее стремление человека Очистить свою жизнь А снаружи останутся псы, колдуны, развратники Убийцы, долопоклонники И вселюбящие и творящие неправду Они не войдут, да, потому что они не старались исправить Я, Иисус, послал моего ангела Чтобы передать это свидетельство для церквей Я корень и потомок Давида Я яркая утренняя звезда Такие обычные образы Корень и потомок То есть он от корня Давида Он потомок этой самой династии Яркая утренняя звезда Перед восходом появляется Это Венера на самом деле Но это не очень важно, что это астрономически Но восход возвещает эта самая звезда И скоро восход будет Пока еще ночь Но скоро ночи не станет Дух и невеста говорят Приди, и каждый, кто это слышит Пусть тоже скажет Приди Пусть приходят мучимой жаждой Кто хочет, пусть берет безвозмездный дар Воду жизни Дух и невеста Дух, который действует в церкви Невеста, это, собственно, церковь И каждый от себя Не только церковь вместе Но каждый от себя Провозглашает это Приди То, что сказать, пожалуй, труднее всего Богу Господи, пусть будет конец света поскорее Ну, потому что мы будем с тобой Вот очень мало кто на это рискнет Есть даже такой анекдот Как приходит Мессия И некий еврей, который только вот открыл свою лавочку Только развернул торговлю И говорил Слушай, ну, мы столько тебя ждали Неужели нельзя было подождать Пока я немножечко расторгуюсь, да? Своя-то жизнь, она интересна У нее есть цели, в ней есть азарт У нее есть что-то еще А вот для Иоанна Богослова нет ничего этого Хотя наверняка и у него в жизни много хорошего И ему хочется продлить свое земное существование Я думаю, как и всем нам Но гораздо большего ему хочется С Богом быть И эпилог небольшой И такой, как бы, не вытекает ни из чего И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества Записанные в этом свитке Ну, видимо, имеется в виду сама книга Откровения Библия-то большая Но он говорит про свиток Свиток не влезет весь Библия вся туда не влезет Записанные в этом свитке Кто добавит что-либо к этим словам Тому Бог добавит и бедствия Которых написано в этом свитке Если кто отнимет что-либо из слов От его пророчества, записанных в этом свитке У того и Бог отнимет право питаться От древа жизни и жить в святом городе Которые описаны в этом свитке Вот все привязано к этому Рассказу Не портите его Не добавляйте, не убавляйте Оставьте его как есть А то ведь Бог может и у вас отнять Или и к вам добавить то, чего вы не хотите Свидетельствующий об этом говорит Да, я скоро приду Аминь Приди Господь Иисус Пусть благодать Господа Иисуса будет со всеми Аминь На этом конец 22 главы Конец книги Откровений Иоанна Богослова Конец Нового Завета Конец Библии Нужно ли что-то еще говорить? Напомню, что дальше идет чистая страница Продолжение следует...